Беречь здоровье будущего поколения. В период пандемии коронавируса детская многопрофильная больница имени Кураева функционировала в экстренном режиме. Несмотря на опасность заражения, врачи продолжали добросовестно исполнять свои обязанности. Тему продолжит Курбан Рагимов. Больница не была перепрофилирована под работу с пациентами с коронавирусной пневмонией, но болезнь не обошла и это медучреждение стороной. Врачи работали только по части экстренной хирургии. Многие дети поступали после контакта со взрослыми, поэтому здесь медикам приходилось находиться в режиме повышенного риска. Работа практически была так же нагружена, как и до этого. Особенность была в том, что нам приходилось принимать детей с подозрением на COVID-19. Для этих детей у нас было специально подготовленное отделение и операционный, и даже реанимационный блок. Всегда находились в группе рисков. И из-за этого у нас тоже практически 50% специалистов перенесли пневмонию. Они находились и в больницах лечились, и кто дома лечился. Детей с подозрением на коронавирус переводили в профильные отделения, остальных лечили в экстренном порядке. Как отмечают врачи, в период самоизоляции значительно меньше детей пострадало от ДТП. Не изменилось только число обратившихся с гнойно-воспалительными заболеваниями и с большими опухолями. В течение двух месяцев мы приняли 5-6 операций с большими опухолеподобными образованиями. И почти ежедневно принимаем больных гнойно-воспалительными и травмами. В цифре у нас где-то 30% от всего больных всегда было 30% больных, это были экстренные, но не травмы. Этот же процент сохранялся и за это время тоже. Других изменений не было таких. Пановых больных здесь не принимали больше двух месяцев. Это отделение объединили с экстренным. Поэтому оказание помощи и операции тут не прекращались. Плановых операций мы не выполняли, но связи с этими плановыми больными мы держали. Они могли проконсультироваться в любое время. Им оказывается необходимая помощь и так далее. Консультировали. Но плановых больных мы не принимали. Но экстренные больные, да, их было, может быть, больше. Допустим, за месяц у нас 20 аппендицитов, из которых большинство было сделано лапароскопические операции. И сложные больные были с запущенным формой аппендицита. Были больные с коронавирусом, которые тяжелые поступали, поступали в реанимацию. Сейчас эпидемия в городе и республике идет на спад. Поэтому медучреждение с 15 июня начнет госпитализацию плановых больных. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Субтитры создавал DimaTorzok